Библиотека, шорох страниц и скрип стульев, чистота, тишина и шерсть. Стоп! Откуда тут взялась шерсть? Кто впустил кота в библиотеку? История библиотечного кота Дьюи известна на весь мир. И, конечно, этот кот был не единственным пушистым обитателем библиотеки. В некоторых странах хвостатые сотрудники даже приняты в штат и получают зарплату. Впрочем, иногда среди книжных стеллажей появляются совсем уж неожиданные гости. Например, львы. В библиотеке есть свои правила. Нельзя шуметь, нельзя бегать. Но нет ни слова о том, что же делать, если в гости зашел настоящий лев. Заведующая мисс Мэрвезер пришла к выводу. Если зверь правила не нарушает, пускай остается. Тем более, что он оказался подлинной находкой. И помощник, и верный слушатель. И даже теплый и мягкий диван для малышей. Книга лев в библиотеке, написанная Мишель Кнутсен, понравится и взрослым читателям, и их детям. А великолепные иллюстрации Кевина Хоукса не оставят равнодушными даже далеких от искусства людей. Другого дикого зверя в библиотеку привел лучший друг, Мышонок. Медведь был недоволен. У него дома есть семь хороших книжек. Три про королей и королев. Три про пчел и одна про соленые огурцы. Больше никаких книг ему никогда не понадобится. Мышонок старался переубедить друга, но куда там. Что же произойдет дальше, и смогут ли библиотекари найти такую историю, которая придется медведю по вкусу, вы узнаете из сказки Бонни Беккер «Медведь в библиотеке». Благодаря мышке в библиотеку проник еще один дикий зверь. Правда, на этот раз зверь руководствовался не дружбой, а желанием сесть длиннохвостого грузна. К счастью, любопытство и желание узнать, что скрывается за интересными книжными обложками, пересилило голод. И лис ушел домой с пустым животом и книгой в лапах. Однако потом вернулся. Он ведь, оказывается, не умеет читать. Что же тогда придумает хитрый лис, вы можете узнать, прочитав книгу Лоренса Паули «Лис в библиотеке». Если верить подборке книг на полках каковинки, мышь – самое читающее животное на свете. Иначе чем объяснить, что следующие два героя мышонка выучили буквы, чтобы читать книжки? Малыш, мышонок, живущий вместе с мамой и папой в большой и старой библиотеке, знал, что нельзя выходить из норки без разрешения и высовывать наружу хвостик. Ведь поблизости ходит страшный и ужасный Мартин. Но кто такой этот Мартин и почему его нельзя будить? Встреча с говорящей книгой и ее вдохновенный рассказ о пиратах, сокровищах, драконах и принцессах так взбудоражили малыша, что он тут же забыл о наказах мамы и папы и отправился в путешествие. Кто ж знал, что Мартин – рыжий, зубастый, когтистый кот, который с удовольствием полакомится мышонком? Впрочем, может, у малыша есть предложение получше? Ответы на эти вопросы вы найдете в сказке «Анна Жонас», «Малыш», «Мартин» и «Говорящая книга». На страницах книги французской писательницы Энн-Марии Абитан «Как мышонок учился читать» вы познакомитесь с мышуком – маленьким мышонком, живущим вместе с родителями в школьном подвале. Узнав, что с началом осени в школу приходят первоклассники и учатся читать, мышук решил – «Он тоже станет грамотным». Сказано – сделано. И хоть не обошлось без конфузов, мышук не отступил от цели. Да и как можно? Ведь теперь он мечтает не только выучить все буквы, но и однажды написать свою собственную книгу. А мы обязательно прочитаем ее, верно? Впрочем, любовь к чтению и интересным историям замечена и за волками. Клык из сказки «Почитай мне книжку» писательницы Бенедикт Карабанел увидел в лесочке двух людей – папу и его маленькую дочку. Папа читал малышке интересную сказку, а Клык с восторгом слушал, спрятавшись за деревом. Но люди засобирались домой раньше, чем кончилась история. Вот только книжку забыли взять. Клык не растерялся. Хвать книгу в зубы и дюру! «Но что это? Что за точечки, завитушки и крючочки?» Клык чуть не зарыдал. Оказывается, он не умеет читать. Сможет ли волк узнать, чем закончилась чудесная сказка и найдутся ли в лесу книголюбы? Берите в каковинке эти и другие истории о читающих зверятах. Предлагаем нашим маленьким читателям и читательницам изготовить собственного зверька-книголюба, который сможет учиться читать вместе с вами. Кроме того, мягкий зайка прекрасно помещается в ладонь и будет хорошей антистресс-игрушкой. В каждом доме наверняка найдется носочек, чья пара порвалась или потерялась на нелегком пути между стиральной машиной и полкой комода. Именно он станет основой будущего зайки. Кроме носочка нам понадобятся ножницы, простые нитки и пряжа для украшения, пластиковые глазки, клей и, конечно, синтепон или другой наполнитель для игрушки. Первым делом сформируем хвостик будущего книголюбителя. Для этого возьмем немного синтепона, набьем носочек и завяжем. Дальше формируем туловище зайчика. Плотно набиваем носок синтепоном и перевязываем ниткой под пяткой. Точно так же делаем голову. Пяточка нашего носочка станет мордой зайца, а оставшаяся длина – ушками. Теперь дело за малым. Приклеить глазки. И украсить зайца красивыми ниточками, бантиками. Теперь, когда игрушка готова, поспешите в каковинку за новыми интересными книгами.